Я приветствую вас, дорогие телезрители, и мы продолжаем нашу серию передач на тему божественного исцеления. И сегодня я в студии с пастором Сергеем Марининым из города Саратов, Церковь Слова Жизни, основатель движения Священники Господа. Мы говорим о божественном исцелении, о пробуждении в России, о движении Духа Святого. И пастор Сергей, я рад с вами быть. Добро пожаловать. Приветствую вас, дорогие друзья. Очень приятно находиться в этой студии. Я хочу сегодня поговорить с вами о том божественном вмешательстве в вашу жизнь. Потому что я знаю, что у вас такое радикальное, интересное обращение к Господу и сверхъестественное исцеление божественное. Пастор Сергей, можете нам рассказать детали, что в вашей жизни было до Христа, и как вы к Нему обратились, как ваша жизнь изменилась, что Он сделал для вас? Да, это было сверхъестественно. Это такое для меня большое свидетельство, потому что я практически умирал и воскрес. И в то время, это как раз возраст такой, вот мне было 32-33 года, моя жена уже уверовала, она была к тому времени несколько лет верующая. И мой сын, моя семья уже была в церкви, но я никак не реагировал на это. Я считал, что мужчина не может обращаться к Богу, что это удел ущербных каких-то слабых людей. У нас это, где я рос, вот эта атмосфера, у нас это не приветствовалось. Мы как бы вот ходили в другом каком-то измерении, и жизнь на самом деле, она была проклята. Писание говорит то, что князь мира, это сатана, и мы были под этим, под всем. И так получилось, что это было связано со здоровьем, и я никогда не был в больнице. Но когда вот эти сигналы уже поступили, когда я стал себя совсем плохо чувствовать, и дошло все до такого состояния, что мои друзья просто приехали, взяли меня, отвезли по знакомству в больницу, здесь, в Саратове, и когда обследовали меня, то поставили цирроз печени, и уже было в такой форме, что 1,4 печени не было, все это было со всеми вытекающими, там и поджелудочные, и желчные пузыри. И все было очень, ну, грустно достаточно. Я маленький вес, пища не переваривается, я плохо себя чувствую. И на тот момент врач, которая обследовала меня, она мне предложила, не то, что предложила, была прям рекомендация, я хочу, чтобы вот, она рекомендовала положить меня экстренно в больницу. Вот, но на тот момент я настолько вот был как-то на своей волне, я сказал, что я не лягу в больницу, и спросил ее, вот, если ничего не делать, то сколько вот с этим, она даже вопроса не поняла, подумала, какой-то странный человек вообще. Вы были неверующий в этот момент? Я был вообще неверующий, настолько вот жестко относящийся к верующим людям. Я не воспринимал тогда вот, что жена ходит в церковь, то есть, и, ну, никак это не воспринимал. Вот, но пришел в больницу, поставили диагноз, и я продолжал жить своей жизнью, но уже в таком состоянии, ну, в инвалидном таком состоянии. Вы были так принципиальны, прям, готовы были умереть? Я был одержим. Когда я сидел у врача, врач, у меня, знаешь, когда она писала там вот все рекомендации, и по разговору я понял, что я инвалид, что я не могу вернуться уже вот к этому образу жизни, в котором я находился, вот, что мне нужно было вот от всего, от этого отказаться, и тогда у меня вот внутри прям мысли крутились, такая пословица была, что лучше я, вот, ну, как бы крови напьюсь, чем 300 лет падалью питаться. Вот есть такая пословица какая-то мирская, то есть, как бы, вот, и у меня вот эти мысли крутились, и я не лег в больницу, я подумал, что вот, пускай я несколько лет проживу, ну, так как я жил, чем вот я стану сейчас инвалидом, и буду вот таблетки, и все такое. И вот в этот момент как раз Бог начал стучаться в мое сердце, и однажды мы с женой, мы зашли в гости, в одну семью, они оказались верующие, ну, жена знала, я не знал. И вот этот молодой человек, он начал мне усиленно так рассказывать о Боге, свидетельствовать, и я сидел, слушал его, и настолько мне вот как-то казалось это все какой-то сказкой, вот мои первые впечатления, и я ему тогда сказал такую фразу, я говорю, послушай, если бы меня твой Бог исцелил, я не просто бы ему сейчас там что-то рассказывал, как ты меня, я бы ему бы служил, я бы закончил ваши там библейские школы, откуда я что вот это начал все, как бы сказал вот так, вот. И буквально через несколько дней я прихожу в церковь на воскресное богослужение, состояние очень-очень грустное у меня, вот в плане здоровья я себя очень плохо чувствовал. И я пришел на богослужение, и когда, я даже когда в церковь зашел, мне плохо стало. Я реально был одержим, настолько одержим, что когда началось прославление, мне физически настолько было плохо, что я хотел убежать. Я своей жене, я говорю, послушай, я пошел отсюда. И она, она в слезы, она вцепилась в меня, и мы стояли где-то вот в конце зала, на самом верху почти. У меня мысль одна – убежать, просто убежать. Но я пообещал жене, что хорошо, я выстою, это все. Я ничего не понимал, что происходило. И посреди проповеди пастор сказал, что здесь есть больные люди, я хочу, чтобы вот сейчас они выходили вперед, и люди будут молиться. И я не хотел вообще никуда идти, я настолько хотел просто уйти домой. Но ноги мои, это настолько вот сверхъестественно было, они меня просто понесли вниз, вот вниз к этой сцене. Я вообще, я был просто вот потрясен этим. Вы не могли себя контролировать? Я не хотел, и вот это настолько было вот… Притягающе? Сверхъестественно. Вот просто мои ноги идут, а мое туловище вот как будто сопротивляется. Это вообще, ну, очень странно. Я, я был в шоке. И когда я вышел вперед, там сотни людей, сотни людей вышли вперед, я ничего не понимал, я что-то не о Иисусе, какой Иисус, что Иисус. Тогда ничего я не, ну, не воспринимал. Я просто стоял, и какие-то люди подошли, вот, возлагали руки на меня, и причем там один подошел, второй, третий, вот. Я вообще ничего не почувствовал, вообще ничего. Кроме вот боли и температуры, много месяцев была температура, она никак у меня не сбивалась. И вот в этом состоянии я вот стоял и хотел уйти домой. Вот. И когда служение закончилось, ты представляешь, я был уверен. Я был уверен, что Бог прикоснулся до меня, но ничего на физическом уровне не происходило. Я сказал своей жене об этом, я говорю, послушай, что-то произошло. А она как будто знала, она настолько обрадовалась и сказала мне о том, что тебе теперь нужно ходить в церковь. И я тогда, помню, сказал ей, нет, я, Бог есть, давай мне Библию, я буду читать ее, но в церковь я не пойду, там очень странные люди. И да, Бог, он как бы прикоснулся ко мне с физической точки зрения, но я не был еще изменен, я не был рожден свыше, я не призывал Христа в свое сердце. И я пришел домой, и на тот момент я не мог, у меня не было аппетита, я ничего не ел. До этого, да? До этого, готовили все специально. И вот я прихожу домой, она накрывает стол, моя жена, я вижу вот эту пищу, и я настолько хочу есть, настолько аппетит, у меня вот прям слюни текут, и я набросился на эту еду, и без перерыва, я ел, наверное, до вечера, я не мог наесться. И ничего со мной не происходило, то есть не было приступов, не было вот того, что так бы меня сразу на скорой увезли. Потому что вы там не по правилам, да, в смысле, ели все без разобора. Да, да, была диета, а это я начал есть нормальную пищу, там борщ, там котлеты какие-то. То есть вот это я все съел и чувствовал себя прекрасно. Вы говорите, вот Бог к вам прикоснулся, как, что это такое, как это, как вы это поняли? На тот момент никак, я просто был внутренне уверен, вот просто я знал, что я исцелен, но с физической точки зрения я еще ничего не чувствовал. И когда я пришел домой, я увидел пищу, и я стал ее есть. И жена, она мне стала говорить, тебе нужно идти в церковь. Но я на тот момент был такой, какой я есть, я говорю, ну, не приставай ко мне. Но, смотри, перед этим был разговор, и вот здесь, знаешь, вот я пришел к Богу, не то, что я пришел, а Бог как бы вот он все сделал, чтобы я пришел. И неделю назад до этого вот я пообещал, дал слово вот этому человеку, что если Бог вот исцелит, я приду в церковь. Но сам я не сдержал вот этого слова. И через несколько дней, когда мы спали ночью с женой, это было два часа ночи, я проснулся от его присутствия. Такой, знаешь, такой страх, вот такое благоговение. Я был просто поднят вот его присутствием. И я знал, что передо мной был Иисус. И он стал разговаривать со мной. Он обратился ко мне, и он наполнил тот разговор, который неделю назад был. Он говорит, послушай, ты всю свою жизнь держал слово перед своими друзьями, там перед, и действительно, ну, это была одна из вот, ну, сильных черт. Мне нравилось быть верным своим друзьям. Это были, ну, мои приоритеты такие жизненные. И вот Бог пришел, и Он говорит, я исцелил тебя, но ты не сдержал слово передо мною. Я был потрясен. И вот это было мое покаяние, рождение свыше. И к этому моменту вы уже себя физически как чувствовали? А я чувствовал себя уже прекрасно. Температура, даже все, симптомы прошли? Ничего, все, все пришло в норму. Цвет кожи, там, печень у меня была увеличена. Это было вот физически видно. Все стало на свои места. Я поправился сразу на несколько килограмм, и температура стала нормальной. И прошло несколько дней, и сам Иисус, Он пришел. И вот так было достаточно радикально. И после этого вы решили посадить свою жизнь служению? Да. И с того момента я начал обращаться к Нему. Господь, я хочу узнать максимально Тебя. Какой Ты по максимуму? Я хотел узнать Его, что Он хочет, что Он думает обо мне, что Он хочет, чтобы стало происходить в моей жизни. И я почувствовал это всем своим сердцем, что Он любит меня, и Он прямо сейчас относится как-то ко мне. И я очень хотел служить Ему. И это было действительно очень резко. И вся жизнь, все мои друзья, знакомые, они увидели вот это радикальное обращение. И многие из них, очень многие из них, они побывали в церкви. Я проповедовал им Евангелие. Таким образом, моя жизнь очень сильно изменилась. Слава Богу, слава Богу. Я верю на самом деле, дорогие друзья, что вот в нашей жизни, в современной церкви, мы будем больше, больше видеть и слышать таких свидетельств. Когда Бог будет спасать, исцелять людей, которые не ожидают даже исцеления, не верят даже в исцеление, потому что Бог живой. Потому что Он любит людей, Он хочет спасать таких, как пастор Сергей, когда он не верил, был принципиален, жил по каким-то своим законам. И слава Господу, что Он врывается в жизнь людей, которые становятся в Его царстве столпами, апостолами, посланниками. И я хочу, дорогие, помолиться за вас, за тех, кто, возможно, сейчас оказался в такой сложной ситуации. У вас есть, возможно, диагноз какой-то неизлечимой болезни. И мы провозглашаем. И, дорогие, вы можете положить свою руку на тот орган, где у вас есть болезнь или немощь. И мы провозглашаем ваше тело божественное исцеление во имя Иисуса. Дух Святой, благодарим Тебя, что Ты сходишь, и цепи разрываются, что исцеление приходит. Спасибо Тебе, Дух Святой. Аллилуйя, слава Тебе. Дорогие, Господь исцеляет. Он вчера, сегодня, в веке тот же. Ходите в божественном исцелении, исцеляйте других, потому что Бог любит людей. До встречи в наших передачах. Будьте благословенны. Два года назад я узнала, что мое зрение резко ухудшилось. Я обратилась к врачам. После чего мне прописали очки для зрения. И я не теряла надежду на то, что я все-таки исцелюсь. После чего я обратилась к священникам Господа. И прошло целых два года, я попала вновь к врачу. И подтвердилось то, что мое зрение восстановилось полностью на 100%. Субтитры создавал DimaTorzok